Друзья, всем привет! Вот так вот я начинаю выпуск. В руках у меня ведро картошки из деревни. На столе тоже, как вы можете заметить, слева, справа картофель. Картофель выращенный у себя простым способом. И картофель тоже выращен у себя, но уже в мешке о способе я рассказал у себя на канале. Поэтому подписывайтесь, если ролик уже есть, смотрите. Если нет, то ждите. Вот, что я хочу сравнить? Я хочу, во-первых, сравнить размеры картофеля, потому что урожайность, это будет не совсем правильно, потому что она все-таки разная. Этот, например, способ я делал в первый раз, выращивал таким способом картофель в мешке, да. Здесь же у нас тоже взят картофель, ну, наверное, самый большой, который был, в принципе. Вот, ну, проведем сравнение. Этот я поставлю на пол. Вот, если что, возьмем, ну, возьмем несколько образцов потом. Итак, смотрим, что у нас есть. Если вы уже давно на канале, то вы наверняка видели предыдущее видео о том, как я сравнивал два, ну, сравнивал картофель, выращенный простым способом, и картофель, выращенный в мешке. О способе очень интересный способ, и результат мне тоже порадовался. Сравним, возьмем самый большой картофель, выращенный у нас этим способом. Двести шестьдесят пять. Хорошо. И здесь тоже самый большой, это вот этот вот. Что мы имеем? Сто семнадцать грамм. Разница почти на сто грамм. Вот, тут тоже возьмем картофель. Понятное дело, что на дне может лежать самый крупный картофель, но, как вы видите, в принципе, он довольно-таки средний, да. Урожайница в этом году не то, чтобы хорошая, не то, чтобы плохая, она средняя, потому что погода была слишком, ну, неблагоприятная для картофеля. Мало дождей, много солнечных, жарких дней, вот. А поливать его на полях довольно-таки непросто. Так, ну, возьмем... Что у нас тут? Ну, тут я не могу даже лидера найти, в принципе. Давайте, что ли, возьмем... Кого еще? Ну, возьмем, ладно, вот этот еще четвертый. Все в руках не помещается. Так, ну, что у нас тут? Ну, как бы вот. Нам результат самый большой. Сто десять. Ну, как вы видите, то есть я не взял там картофель откуда-то, самый маленький, самый большой, да. Все они, в принципе, равны между собой. Но вот этот явный лидер, я объясню почему. Когда я выращивал картофель в мешке, я очень тщательно поливал сам мешок, в котором находился внизу дренаж, выше слой земли, перегноя, удобрения, вот, собственно, и там рос картофель. Я его тщательно поливал, и картофель реально вырос здоровый. Вот. Двести шестьдесят пять. Вот еще один большой. Двести двадцать. Ну, то есть вы видите сами, то есть я возьму даже, ну, такой вот средненький, да, там был сто семьдесят, тут сто шестьдесят, тут сто десять. И как бы, ну, вы сами можете понять, что, как бы, вот, сто тридцать. Я не говорю, что есть, типа, хорошие, там, способы плохие, просто я показываю свой результат. И в данном случае просто есть явный фаворит. Это картофель в мешке. Единственный минус в том, что необходимо делать дренаж в каждом мешке, перегной, землю засыпать. То есть это достаточно длительный процесс. Вот, и, ну, тут уже кто как хочет, да, вот. Нету плохих результатов, нет хороших, просто есть сравнение, да, то есть простой у себя выращенный, в мешке, и вот из деревни привезенный. То есть тут уже, как бы, вот, такой год, такая урожайность, кого-то порадовало, а кого-то нет. Но я вот проводил в качестве эксперимента, и меня он очень просто нереально сильно порадовал. Потому что вот этот вот картофель, ну, он просто мощный, мощный. 265 в два раза больше конкурентов. Практически тут чуть-чуть, ну, 100 грамм всего лишь разница. Вот, ну, собственно, такой результат. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok